На сайте видеожурнала «Картина мира» становится понятным не только то, что происходит, но и кто за этим стоит. Мы делаем видео, позволяющее в обход цензуры самостоятельно формировать достоверную картину настоящего и образ будущего. Оформив платную подписку на сайте, вы получаете возможность регулярно смотреть новые интересные видео в полном объеме, без цензуры и рекламы. Следуйте за нами в наших социальных сетях, там вы можете раньше всех увидеть анонсы наших новых видео, марафонов, послушать подкасты. Приятного просмотра! Здравствуйте, уважаемые зрители канала «Картина мира». Сегодня мы начинаем новый цикл, который я назвал «Времена Босха. Перекличка». «Времена Босха» — это, с одной стороны, длинный XVI век. Длинный XVI век — это отрезок истории между 1453 и 1648 годами. 1453 год — это крушение Ромейской империи, которую мы чаще называем Византией. Это конец Столетней войны, такая средневековая война. И 1648 год — это Вестфальский мир, который завершил Тридцатилетнюю войну. А вместе с Тридцатилетней войной закончился вот этот вот длинный XVI век. Это было такое переходное время в истории Европы. И, в принципе, я его чаще всего называю временем Босха, потому что, на мой взгляд, именно Босх в своих картинах, ужастиках, которые ему не казались ужастиками, он воспринимал это как некую реальность. Потому что у средневековых людей грань между миром реальным и то, что для нас мир реальный и нереальный, там грань эта была очень зыбкой. И они в это верили, и не случайно Мартин Лютер реально видел в углу комнаты своей черта и бросил в него чернильницей. Это мир и восприятие средневековых людей. А вот у Кальвина у него уже было совсем другое восприятие, хотя хронологически они отстают друг от друга с Лютером очень-очень ненамного. Так вот, нынешнее наше время тоже очень похоже на время Босха. Это ломающийся мир. Это мир, где очень-очень много переплетений старого и нового, и очень много того, что человеку традиционного, современного мира кажется совершенно, так сказать, кошмарным. И вот сейчас идет такая перекличка времен Босха. Наше время Босха и время Босха длинного XVI века. Я не случайно назвал вторую книгу задуманной трилогии, первую книгу, которая называлась «Оргазм Богомола», вторая книга так и называется «Наше время Босха». Так вот, мы начинаем цикл бесед «Времена Босха. Перекличка». И я задумал ее таким образом. Значит, мы будем, с одной стороны, говорить вот о наиболее таких важных и интересных вещах XVI-XVII веков. И будем перепрыгивать в наши дни, говорить о спецслужбах, о наркокартелях. Ну, иногда мы будем останавливаться где-то посерединке, там, конец XIX века, британские различные структуры. Почему вот это время XVI-XVII века оказывается так важным для нас? Забегая вперед, отмечу, что в известном смысле длинный XVI век ближе к нам, чем XIX или XVIII. XVIII и XIX века – это были века при всех потрясениях и революциях. Это были потрясения и революции уже внутри системы. А длинный XVI век – это было возникновение системы, это был катаклизм мощнейший, такой же, в который мы сейчас вползаем, точнее, уже вползли. То есть, длинный XVI век – это был вход в систему модерна, в эпоху капитализма. И, с другой стороны, это было почти, так сказать, 60%, две трети, третьего европейского темновековья. Почему третьего? Ну, первое европейское темновековье, и все темновековья почему-то длились 300 лет. Первое темновековье европейское – это XII-XIX века до нашей эры. Затем второе – это середина VI-XIX веков. Вот это, так сказать, такие типичные классические темные века. Ну, и, наконец, 1348-1648 – это вот третьи темные века. Кроме того, вот конец длинного XVI века – это кризис XVII века, причем кризис этот был мировым. Мы обязательно поговорим отдельно, но это где-нибудь по весне уже, об этом кризисе, потому что он тряхнул не только Европу, он тряхнул практически весь Старый Свет. И он был таким вот… Это был системный кризис феодальной эпохи, возникновение системы капитализма. То же самое, что мы сейчас переживаем – системный кризис капитализма и наступление чего-то другого. Чем характеризовался вот этот длинный XVI век? Во-первых, в Европе возник принципиально новый исторический субъект, североатлантический исторический субъект, причем как в регби, когда человек бежит, перебрасывает мяч, и последний, так сказать, приземляет его за чертой. Вот то же самое произошло в Европе. Генрис капитализма был распределен между несколькими странами, а заземлился он в Англии. То есть возникновение субъекта, потому что так не бывает, что одна система прямо раз и превратилась в другую. Между разными системами стоит исторический субъект, который их соединяет. И пока вот появляется вот этот вот субъект, причем для старой системы он чужой совершенно, в качестве иллюстрации я бы использовал фрагменты из фильма «Чужой», а потом он начинает обрастать, так сказать, новой системой. Значит, длинный XVI век – это возникновение мирового рынка. Длинный XVI век – это возникновение империи во всем Старом Свете. Это империя Карла V Габсбурга, причем эта империя была мировой, она распространялась не только на часть Европы, но также на Мексику и Южную Америку, это испанские владения. Это де-факто империя Ивана Грозного, это Османская империя, империя сафовидов в Иране, великих моголов в Индии, Цинн в Китае. То есть, появление мирового рынка, оно совпало с возникновением крупных таких политических образований. Дальше. Длинный XVI век – это просто взрыв в развитии корпораций и банков. Это итальянские банки. Конечно, банки Медичи нельзя сравнить с средневековыми банками Барди и Перуцци, но, тем не менее, это фугеры, это затем позже остынские компании. То есть, это век корпораций и банков. Наконец, это век возникновения, начала возникновения национальных государств. И в 1648 году Вестфальский мир, который оформил эту государственную систему. А в 52 году Гоббс пишет своего «Левиафана», это первая теория государства в современном смысле этого слова. Дальше. Первая половина XVII века, то есть, финал длинного XVI – это научная революция. Дело в том, что наука как институт оформляется именно в это время. До этого науки как института не было, наука была как занятие, но как институт она возникает именно в это время. Ну, наконец, длинный XVI век – это, с одной стороны, военная революция, это возникновение армий нового типа, массовой армии, особенно в 30-летней войне, той армии, которая сейчас уходит в прошлое. Массовая эпоха массовых армий уходит, приходит совсем другое. И второе – это революция спецслужб. Именно в XVI, первой половине XVII века начали возникать спецслужбы в том смысле современном, в котором мы их воспринимаем. Но первопроходцами здесь были Венеция, с помощью венецианцев Англии, отчасти Испания. Финал длинного XVI века – это 30-летняя война. По сути, это Первая мировая война. Когда мы говорим о мировых войнах, мы, вот люди, которые, так сказать, видели в XX веке две мировые войны, с другой стороны, можно говорить об одной единой 30-летней войне XX века, 1914-1945. Но мы думаем, что, высокомерно думаем, что только в наше время были мировые войны. Нет, дело в том, что, поскольку капитализм – мировая система, то войны за гегемонию в капитализме – это войны за мировую гегемонию. И таких войн до XX века уже было три. 30-летняя война и две англо-французские войны. Семилетняя и наполеоновские войны, революционные войны, плюс наполеоновские. Это действительно были мировые войны. Так вот, 30-летняя война была первой такой мировой или прото-мировой войной. Что еще произошло в самом конце длинного XVI века? Возникли три модели национального капиталистического развития в Европе. Возникли они в зависимости от того, как сложилась борьба в треугольнике корона, сеньоры и крестьяне. В одном случае сеньоры потерпели поражение, короны и крестьяне их сдавили, это Франция. В другом случае сеньоры, наоборот, победили и слабое государство, и крестьян, и устроили второе неиздание крепостничества, это немецкие земли. И третий случай – это ничья, это Англия. Отсюда три варианта капиталистического развития. Дорогие друзья, то, что вы видите, это всего лишь короткий ознакомительный фрагмент, который мы можем показывать даже на Ютубе, не опасаясь запрета. Подписывайтесь и смотрите полные видео без цензуры и рекламы на сайте endday.club. Кстати, то же самое будет происходить и сейчас. По-видимому, из капитализма будет не один выход, а несколько, причем не три, а больше, потому что капитализм – мировая система. Здесь Европой мы не отделаемся, тем более, что сама Европа уже закатилась в лунку истории. И Европа с лицами Джонсона, Урсула фон дер Ляйен, Борреля – это уже траги-фарс. Это уже траги-фарс. И поэтому то, что будет происходить в Европе, значения уже большого не имеет. Европа все больше похожа на труп, который забыли похоронить, и которая становится просто полупериферией. Из центра она становится полупериферией. То есть, в принципе, Шпенглер в 1918 году был прав. И то, что происходило с Европой с 1918 по 2018 год – это столетие, это хроника объявленной смерти. Но нужно сказать, что в России тоже длинный XVI век привел к изменениям. И если брать XVII век, 1649 год – это соборные вложения. И если в Европе разыгрывалась борьба между короной, сеньорами и крестьянами, то здесь тоже шла очень острая борьба. И в результате смуты победил русский средний слой, представленный, с одной стороны, дворянами и купцами, противниками которых были бояре, казаки и холопы. И соборные вложения 1649 года закрепило вот этот самодержавно-крепостнический строй. В XVII веке, в первой половине XVII века в упадок приходят те силы и структуры, которые были на коне в Средневековье. Ну, в XVI веке в упадок приходит Португалия. Ну, а во второй половине XVI века, в XVII веке, к середине XVII века и Испания. Вообще, нужно сказать, что финал вот этого длинного XVI века, который приходится на первую половину XVII, это очень специфическое время. Средневековье ушло, но не совсем. Новое время наступило, но тоже не совсем. Старые нормы еще действуют, но есть и новые. И они в конфликте, и они очень часто вступают в конфликт. Я недавно где-то прочел, то ли где-то в интернете, то ли в какой-то статье, что такое тримушки-теры. Это история четырех пьяниц, трех проституток и одного великого государственного деятеля. Ну, четыре пьяницы, это имеется в виду, три мушкетера и Д'Артаньян, три проститутки, это Анна Австрийская, Бонасье и Миледи, и великий государственный человек, это Ришелье. Ну, я не буду спорить по поводу, так сказать, проституток, но вот по поводу мушкетеров я поспорю. Дело в том, что что ставит в укор автор этой формулы? То, что мушкетеры спасают королеву, которая почти готова к эдультеру с герцогом Бекингемским, то есть они действуют вот против государства. Но дело в том, что если мы посмотрим вообще на всю трилогию, вот эту трилогию Дюма, то, так сказать, мы увидим, что в романе «20 лет спустя» Д'Артаньян и Атос действуют против Портоса и Арамиса, а в Виконте-Доброжилоне Д'Артаньян и Портос действуют против Атоса и Арамиса. Они на стороне разных политических сил, но как только они понимают это и сталкиваются друг с другом, их личные отношения, так сказать, становятся важнее, так сказать, их вот этих, так сказать, политических разногласий. И это не потому, что, так сказать, они аполитичные предатели, в том-то и дело, что они еще живут теми нормами, которые были характерны для начала длинного XVI века. И они так и остались в конце длинного XVI, то есть к середине XVII века в этом отношении ничего не изменилось. Это переломное время, и личные отношения для дворян важнее личная честь, чем установки национального государства. Его еще нет. В этом отношении просто Ришелье опередил свое время. Он создавал эту национальную государственность с помощью, там, вымышленного Рашфора и вымышленной Миледи. А вот мушкетеры противостояли ему, потому что, так сказать, так карта легла. Но я бы не стал обвинять мушкетеров в том, что это, вот, так сказать, четыре пьяницы-предателя. Нет, это люди, которые были персонификаторами другой системы ценностей и идей. То есть лично еще не было побеждено национальным в этот момент. То есть вот и темновековье, и длинный XVI век – это такой хроноисторический винегрет. Там много-много всего. Это очень богатое время. Мне очень интересно это время. Оно такое очень мозаичное, очень насыщенное. И мне это время интересно еще тем, что в это время субъект создает систему, и он субъектное, часто очень личностное, сильнее системного. И вот это очень интересное время, когда субъект бросает вызов еще не сформировавшейся системе. Эта штука очень интересная. Разговор о длинном XVI веке мы начнем с Венеции. Затем перейдем к Англии. Причем большое внимание я собираюсь уделить спецслужбам разведки, потому что эти структуры сыграли очень важную, огромную роль они сыграли, до сих пор недооцениваемую в создании североатлантического исторического субъекта, субъекта стратегического действия. И интересно, что на выходе из эпохи модерна спецслужбы начинают играть тоже автономную роль. Они превращаются в автономного отдельного субъекта. То есть, как бы, время сворачивается листом Мебиуса восьмеркой, и мы сейчас в нашем времени Босха переживаем время Босха XVI-XVII веков. Поэтому, я полагаю, это время к нам значительно ближе, чем XVIII-XIX века. Итак, мы начинаем с Венеции, потому что вот этот, это очень небольшое город-государство, мини-империя, сыграло очень большую роль, оно стало ферментом развития эпохи модерна, как это часто бывает вообще в биологической эволюции, когда очень небольшой вид оказывается прорывным и показывает остальным видам более крупным путь в будущее. А, скажем, его современники-гиганты оказываются эволюционным тупиком, как это произошло, например, с Испанией, которая доминировала в XVI-XVII века. Но это оказался исторический тупик, так же, как гиганты-динозавры оказались историческим тупиком по сравнению с маленькими млекопитающими. Итак, Венеция. Я, кстати, давно уже обещал сделать программу по Венеции, у меня такие два обещания были, программа о романах Маркеева и о Венеции. Вот обещание по поводу Венеции я сдерживаю, надеюсь, что в следующем году я смогу сдержать обещание по поводу Маркеева. Итак, Венеция. Это город с очень древней историей. Название городу дало племя Венедов, которые жили на этой территории. О том, какова этническая принадлежность Венедов, историки спорят. Кто-то говорит, что это племя гальское. Очень многие считают, что это племя славянское или протославянское. Я полагаю, что эта точка зрения более близка к реальности. Венеды начали проникать вот в эту зону, зону, где сейчас находится город Венеция, во времена Второй Пунической или Ганнибаловой войны. Это 218-201 годы до нашей эры. Война, в которой Ганнибал потерпел поражение из-за карфагенской аристократии, которая ненавидела семью Ганнибала, семью баркидов, и не послала ему на помощь в Италию войска. В результате он потерпел поражение, но закончилось это тем, что через 50 лет и через несколько десятилетий и карфаген был уничтожен. Затем шли войны Венедов и Лангобардов. Венеды объединились. И в конце VII-го, начале VIII века шел процесс формирования будущей Венеции. В 806 году Венеция была присоединена к империи Карла Великого. Однако после похода сына Карла Великого Пипина в Северную Италию в 810-го года и заключения договора с Ромейской империей Византии в 812-м, Венеция вернулась в лоно Византийской империи. Однако по мере ослабления Византии Венеция становилась все более независимой. Венеция вообще сыграла большую роль и набрала вообще свою историческую силу за счет разгрома бывшей митрополии Византии. Венецианская верхушка играла большую роль в организации крестовых походов. По сути, это был международный разбой, который венецианцы направляли вместе с бенедиктинцами и Ватиканом. Ну, организованный венецианцами, прежде всего, дожим Энрику Дандоло. Поход сокрушил Константинополь. При Дандоло, он в это время, он умер в 1205-м году, а Византия, Константинополь был захвачен крестоносцами во время 4-го крестового похода в 1204-м. Дандоло было почти 90 лет, он был больной, слепой, но именно он срежиссировал вот это вот, это его был прощальный поклон, удар по Константинополю. Константинополь был разграблен, и это разграбление самой Венеции принесло аж 400 тысяч серебряных марок и немало других дивидендов. Кроме того, они отхватили три восьмых бывших византийских владений в Европе и ряд стратегических островов – Крит, Кипр. Византия скукожилась до так называемой Латинской империи, однако в 1261 году Латинская империя, как латинское пало, Византия, пусть в ослабленном варианте, восстановилась, и ее императоры предоставили самые широкие права главному конкуренту венецианцев – генуэзцам. Это было одной из причин начала войны между Венецией и Генуей в 1256 году. Война шла с переменным успехом, в конечном счете Генуя в 1381 году потерпела поражение. Если у нас будет время, то в следующем году, может быть, мы поговорим и о Генуе немножко, потому что она тоже очень-очень интересна, поскольку если венецианцы потом стали осваивать Англию, то Швейцарию венецианский и генуэзский капитал осваивали вместе, и нынешние швейцарские гномы – это потомки по прямой венецианского и генуэзского капиталов. Значит, как была устроена Венеция? Нам очень важно понять вот эту логику истории Венеции, с чем она пришла к длинному XVI веку, и почему именно она во многих отношениях стала настолько первопроходцем, что даже в XX веке она служила моделью для европейских финансистов. Я буду еще об этом говорить, но сейчас забегая вперед, скажу, что в 1930 году, когда Ялмар Шахт писал письма европейским банкирам, подталкивая их к тому, чтобы они поддержали Гитлера и национал-социализм в Германии, он им писал, что Гитлер уничтожит национальные государства в Европе, и мы получим Венецию размером с целую Европу. То есть Венеция – это была такая мечта финансистов. Венеции уже никакой не было к этому времени, как в Венеции, а образ остался. Значит, как была устроена Венеция? Дорогие друзья, это был ознакомительный фрагмент. Посмотреть полную версию данного выпуска вы сможете, перейдя по ссылке в описании. Также обращаем ваше внимание, что снова стала возможна подписка из-за рубежа. Субтитры создавал DimaTorzok